Ребята, всем привет! Я сейчас нахожусь в центре Москвы, это метро Китай-город. Буквально с минуты на минуту я отправляюсь в аэропорт Шереметьево. Приятные поездки. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Всегда я хотел побывать в Калининграде. Идут по аэропорту, меня смущает, что я тут один. Смотрите, практически никого нет больше. Где все-то, ё-моё, весь народ. Аэропорт Шереметьево. Москвичи любезно его называют Шарик. Музыка Музыка Итак, я, значит, нахожусь в Светлогорске сейчас, в Ленинградской области. Сразу первая достопримечательность канатная дорога. Прямо конечный маршруток. Светлогорск-2, ЖД-станция. Сразу выходишь и указатель на канатную дорогу. Прямо в двух шагах находится. Такая вот у меня кабиночка. Смотрите, 50 рублей стоит спуститься, ну или там, соответственно, подняться. Здесь можно вот так вот присесть, но мы пока постоим. И вот, что я вижу, это Балтийское море. Охрененно. То есть уходит в горизонт. Вон уже видно шум прибоя. Променад. Что радует? Очередей нету. Какие-то толпы огромных здесь нету. Вообще крутые. Практически все они пустые. Мне вот такой вот отдых нравится. То есть не в пик сезона или там бархатный там, или как это называется. А именно вот так, что в принципе здесь еще не морозы, ничего, но можно и посмотреть нормально, без ажиотажа. С правой ноги, пожалуйста. Входим. С правой? Да. Опа. Спасибо. А, Балтийское море. Здесь вот пляж, я так понял, когда пляжный сезон, здесь вот пляж. Офигенно, пенка. Вот и сбылась мечта. Теперь я на Балтийском море гуляю. Офигенно, пенка. Уходить, то есть еще какие-то здесь тихое озеро, еще там что-то есть. Честно, вот. Самая главная достопримечательность вообще этого места, я считаю, это... Я еще нигде, брат, не был. Это вот, это море Балтийское. Все. Такая вот обстановочка европейская. Это улица Ленина, сейчас я вот до органного зала тут дойти хочу. Да, вроде это водонапорная башня. Здание водогрязолечебницы с водонапорной башней. Так, по вот этому стенду и по вот этим указателям, в принципе, понятно, что все здесь, все достопримечательности в Светлогорске находятся в 15 минутах ходьбы. И, я думаю, таксисты местные просто разорены. Блин, ну погодка вообще благодать. Ветрище на Балтийском море там, на побережье. Буквально вот прошел, не знаю, сколько это, 10 минут. Здесь вообще благодать. О, Новосибирский пробокс. Земляк. Архитектуру, блин, здесь прикольно. Строят, даже вот новые дома, которые здесь строят, они в таком же стиле все. Здесь и есть органный зал. Органный зал компании Макаров. Бывшая католическая капелла. Сегодня этот храм музыки. А, это храм музыки. Начнем с этого. Наполняет яркими культурными событиями жизнь города. Значит, вход стоит. Входной билет туда надо на спектакль. Касает. Сегодня нет спектакль, только завтра. Вот, когда все это время, чуть-чуть чесал. Прикольная машинка такая. На мою мазочку похожа. Ну, это леворубий. Форт. Форт, как кажется, называется. Вот, на территории города сразу же база отдыха. Оп. И все. Поставили домики. Отдыхаем. Кто-то отдыхает, кто-то бабки зарабатывает. Здесь гуляешь и так спокойно вообще-то. Собака бы милая раньше. А так вообще просто. Никакого кипиша. Прям рай для пенсионеров. Я уже мечтаю, короче, о пенсии. Я уже, наверное, на пенсии и есть. Тачки уже практически не гоняю. Очень редко. Как хобби уже можно сказать. Кстати, лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. Вот, допустим, бинтарь. У нас картинка. Вот 40 косарей. Много вековые липы тут написано. Я не знаю, эта липа многовековая или нет. Здесь вроде как три их, судя по описанию. Запах такой. Вот такой запах грибной прямо сейчас. Я не знаю, с чем это связано. Может, здесь правда грибы где-то растут. Но, блин, запах прям грибов. Прям ярко выраженный. А, вот липа. 450 лет просто деревцу. Представляете? Ну, тут уже, конечно, время берет свое. Тут уже трупляло снизу. Но тут еще нормально, крепенькая она. Вот, собственно, Тихое озеро и его хозяева. Утки такие плывут. Так, за проезд передаем. Набережная Тихого озера. Утки плавают на воде. И некоторые утки здесь вот десантируются. Не знаю, сохнут, наверное, здесь на мраморе на вот этом. Видят человека и плюхают в воду. Там дома для них. Вот один. Там дальше второй, козы которого я стоял. И офигенно, что никуда не спешишь. Вот я иду. Я здесь могу до девяти здесь прямо гулять вокруг этого озера. Могу сейчас пойти, еще куда-нибудь вокруг обойти. Еще куда-нибудь сходить. Погулять вот тут по парку, здесь по местному. Вот это мне очень нравится, что никуда не спешишь. Туда подбежал, быстро отфоткался и побежал дальше на следующую локацию. А просто идешь, отдыхаешь. Это вот плюсы, когда ты один и ни с кем не надо обсуждать там, где ты, сколько пробудешь. И у тебя достаточно времени, и ты можешь вот на пирсе здесь постоять. Надеюсь, здесь можно это делать. Просто красотища. И даже вот билеты у меня, я же в Москву еще не купил билет. Я могу здесь, у меня, кажется, на 9, а не на 11 число у меня в Турцию билет, в Анталью, с Москвы. А в Москву я могу полететь во вторник, 6-го, там, купить. Могу, ну, когда хочу, до 11-го, главное, не прилететь в Москву. Да, Утян? Что-то я, наверное, не то сказал, прокрякал не то. Тут внезапно такую вот дорогу, трассу, точнее, встретил. Это, типа, как в один дом, а он на чем-то, на руле, что ли, спустился от велика. Прикольно здесь было бы летануть. Снизу, кстати, смотрите, сетка такая. Люди-улавливатель. Интересно, хватает, чтобы до того берега долететь энергии? Вот этого силы, инерции. Потому что там-то подъемчик дальше идет. Блин, спускаться так страхово. Подниматься не так было, когда вверх смотришь. В общем, называется это парк творчества Муза. Уже стемнело. Хочу рыбу какую-нибудь, здесь же Балтика, хочу рыбу какую-нибудь купить. Не как в этом, в домике рыбака за полторы тысячи, там, кусочек. А в магазине морепродуктов. Смотрел, там, вот за Тихого озера лавочка стоит. Ценник там полторы тысячи за килограмм, да, рыба, допустим. Думал, где-то там поглубже в город зайду в рыбный магазин, там, повыгоднее купить. Ну, заодно прогулялся, весь этот парк обошел. Сейчас по другой дороге уже обратно иду. Нифига, короче, там вся заветренная, конченая рыба такая же лежит, но такая же цена полторы тысячи. Сейчас, короче, дохожу до Балтийского моря. Там где-нибудь поблизости беру Глитвейн. Я там видел, продается большую прям кружку. Одеваю пуховую жилеточку и сижу на берегу, слушаю шум прибоя. 450 миллилитров, всего 250 рублей. Горяченький, сейчас пойду греться. До электрички полтора часа, так что как раз мне хватит сейчас время. Часочек, я думаю, за глаза там меня продует нафиг. Слушайте, ребята, набережная-то здесь вообще, я бы сказал, шикарнейшая. Газончик, брусчаточка. Это, я так понимаю, по велосипедной дорожке я иду. Здесь камнем выложено, но здесь, в принципе, даже на самокате, на роликах можно нормально гонять. Ну и велосипедка тоже такая из кирпичиков. Здесь деревяшки. Вот, с зазорчиками. Значит, парапет. И там у нас море. Слушайте, ну нормально здесь. Правда, уже никого нет, но здесь не сезон, сейчас 1 октября. Я, кстати, ровно год назад в Сочи прилетел. Вот, и там тоже уже конец сезона был, и кое-что уже не работало. Ну там по максимуму я посмотрел, что хотел. Такие вот лавочки, смотрите, лаком покрытые, морилочкой, все как положено. Все, Светлогорск, спасибо. Отлично. Все просто вообще мне понравилось. Единственное, где я рыбу там искал подешевле. Там уже колдырей, там много в том районе. Так, короче. А так вообще архитектура просто, все, вышка. Ну что, вкладывают бабки сюда, в эти регионы. А это у нас уже город Зеленоградск, набережная. Я опять гуляю, сегодня с утра приехал, прям рано-рано. Вон в шахматы играют, ребята. Сейчас, значит, на тренажерчиках там занимался, на уличных. Нормально все сделано. Вот для детей тут всякие разрисованы лабиринты, вон качели. Последние деньки бабье лето, так скажем, захватываем. Если ехать на электрический, то Зеленоградск он находится по пути в Светлогорск. То есть здесь ближе, 42 минут всего еду. Такие типы прищуренные сидят. Тут обычная недвижимость, вот домики комбинируются. Вот тоже обычные, комбинируются с такими современными уже замками. Ну как современными, под старину. Блин, классно вообще ходить, путешествовать где-то в каких-то местах непривычных для тебя. Ну и та же вот архитектура, да, все равно здесь отличается. Машины здесь зачастую под навесами стоят. У нас в Сибири вообще в основном гаражи для машин. Навесов я так не встречал. Это такая больше тема южная. Я сейчас двигаюсь в столовку. Надо перекусить, зарядиться. С утра совсем мало покушал. А я кушать люблю. Особенно в первой половине дня. Такая прикольная здесь столовка. С книжками. Кашка, чаек, сахарок. Так, что тут у нас есть достопримечательности? Городской парк. Площадь Роза Ветров. Музей кошек. Памятник Котам. Ну-ка, что там за памятник Котам? Так, это Котам? Памятник. Коням. Памятник коням. Кстати, давно не видел такую доску объявлений. Здесь реально даже частные объявления. Вот, продам кровать. Такие доски объявлений уже не очень популярны, конечно. Вот, работу предлагают за 15 тысяч на руки. Вот, памятник зеленоградским котам. Для катания детей и взрослых. Видите? Вот так вот. На коте. С котом вместе катаемся. Опа! Опа! Ху-ху-ху! Посетите Мурариум в здании бывшей водонапорной башни. 150 метров от памятника. Почта Кота Шефа. Что-то с котами тут у них прикол какой-то. Да, Зеленоград, конечно, попроще, чем Светлогорск. Ну, вот так вот. По крайней мере, здесь больше старого такого фонда. Не обновленного. Вот, значит, водонапорная башня. А позади меня, вон, ребята рисуют ее, я так понимаю, живопись. Так, одеваем маску. Водонапорная башня, 1905 год. Мурариум. Мур-меню. Короче, раскрутили меня на 650 рублей на три музея сразу. Есть смотровая площадка и три музея. Ну, думаю, что раз приехал, надо посмотреть там всем. Тем более, я люблю, опытом дешевле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 28 гигабайт лисы Да ладно, они такие же, как белки Какая красавица, она на картинке, да, в сказках И какая она в жизни видненькая Я, конечно, на Мальдивах не бывал, но песочек здесь Меленький, прям, как будто там все что-то развивают Ну что, он горячий, да не очень Мужики купаются Да, такая разная у нас страна Томские бурундуки пищат, здесь яблоки вон растут Виноград, как я сегодня видел, растет Здесь другие волны, конечно, и ветра нету Сильно Я раньше видел чисто вот такой прозрачный, прозрачный Иду в Крыму, а тут реально, вон они, какая-то, в середине Так, хоп-хоп-хоп, спасается На самом деле купаться вообще не хочется Температура градусов 15 на улице Такая здесь движуха вообще Кто в шапках, кто в трусах Совсем недалеко здесь граница с Литвой Вот начался сейчас подъемчик Такая тема, что нельзя отсюда спускаться На землю выступать И там какой-то уголовный кодекс уже приведен Как тебя будут оформлять По какой статье написано У меня специальная программа запущена Экскурсовод, короче, по этому месту И сейчас сказали, что Из-за чего нельзя спускаться с деревянного настила Просто потому что лес сосновый Чтобы тропинки не создавать Типа 40 человек пройдет по одному месту Уже создается тропинка Там начинают корни страдать И типа сосновый лес умирает Жесть, конечно Вот они, дюны А с этой стороны ветер шпарит Вообще будь здоров Вот на этих смотровых площадках Сверху стоишь Там вздувает вообще Рассмотрим обитателя местной фауны Нихера у него бубенцы, блядь, лежат Какая-то фея Ты что отдыхаешь? Там нельзя лежать Ты почему нарушил? Просто те тебе будем судить Также гид сказал, что Один шаг человека По дюнам По вот этим песчаным Которые здесь берегут Может до двух тонн песка, короче Раздвинуть Вообще жесть Надеюсь, один шаг вот этого кота Ничего не раздвинет А там, кстати, вон Там машина Между деревьями Я вижу, там машина стоит Короче, гоняло какое-то Шагнуть нельзя человеку А тачка вон стоит Вот эти ветки Специально разваливают Чтобы к ним песок прилипал Короче, и создавались Песчаные вот эти горочки Ну и чтобы мы не ходили Так, заповедная зона Пребывание граждан запрещено Значит, на той локации Я все посмотрел Сразу совет, кто здесь будет Сразу планируйте На чем вы назад поедете Буквально 10 минут назад уехала маршрутка Следующая через 3 часа А я пошел на следующую локацию Это танцующий лес Ну, идти 5 километров Заодно прогуляюсь По этому, так сказать, как он Полуостров или что это Вдоль полуострова 5 км вообще на изи По лесной вот такой дорожке Может быть где-нибудь Зверей каких-нибудь встречу Там вон тоже ребята идут Офигеть Это уже, наверное, танцующий лес начался Или что Видите, все деревья вот так Под углом Под определенным к земле Странно Ветер так бушевал, наверное Или что Или роза ветров как раз Хотя на том берегу как раз нету ветра Ну, там где песочек хороший А на том берегу Жестко дует Не знаю, что здесь было Вон они загнуты Даже есть деревья Это, по-моему, танцующий лес Что-то типа того и будет Послушаю гиды, конечно Но, по-моему, то же самое И сейчас я сошел, в общем, с маршрута Со своего Пропуская машину И смотрите Ой Что здесь есть Ягоды какие-то Как малины Только они синие Вкусно, пипец Интересно, как называется Надеюсь Съедобно А вот, собственно, что я искал Вот 19-й Сход Или съезд Или что это Тропиночка такая И здесь ягодные заросли Смотрите Грибы растут такие Сыроежка же, да Это По цвету Так, сейчас я свернул Значит С трассы Здесь тропинка такая хорошая В сторону Ветреной стороны Ну, грубо говоря И, кстати Блин, ну здесь может И не танцующий лес Здесь нет большой парковки Здесь конкретных Каких-то деревьев Там, я не знаю Что там они как танцуют Нету Хотя вон они Есть они здесь Танцующие деревья Я так понимаю Это просто криво Которые растут Во-первых Во-вторых Которые как-то Изогнутые еще Под влиянием чего-то Вон, видите Изогнутые есть деревья Вот Но их может Здесь не так много Как там Но здесь Есть очень большой плюс Что здесь я один нахожусь Здесь ты реально Соединяешься С природой Хоть и гид Здесь не зачитывает Тебе что-то там Какие-то моменты Но именно здесь Вот ты соединяешься С природой И Хотя здесь Судя по тропинке Она такая Притоптана Очень сильно Здесь ходит народ Но Намного все равно Приятней Чем В толпе ходить Там шоркаться Друг об друга Блин Ребята Запах-то здесь Какой И начал усиливаться Ветерок Я вот сейчас Один холм Прошел Вон второй холм Начал усиливаться Ветерок Но запах Конечно Нереальный Вон За моей спиной Получается Море Это все Песчаные дюны Ветер Сумасшедший Становится Вообще Когда приближаешься С этой стороны Решил В общем Здесь на пенечке Отдохнуть На трассе Посидеть Маленько Передохнуть Что-то сегодня Находился Уже еще Минимум Два дня Ходить То есть Завтра У меня Авторынок И послезавтра У меня Город военный Балтийск Ё-моё Мама Родная Ну а что делать Туризм Он такой Где уже Этот таинственный Лес У меня уже Ноги Практически До колен стерлись об этот асфальт. А вот, собственно, и танцующий лес у нас. Вот такие деревья огороженные. Все, начинаются таблички запретные. Биологи подозревают личинку побега вьюна, бабочки семейства листоверток. Она точит побеги сосны и вызывает их искривление. Лесоводы из Литвы полагают, что причина феномена скрыта в слабой верхушечной почке сосны. Сильные перегонные ветра сбивает ее, в результате чего и образуется изгиб. С точки зрения космобиологии выразили небо юнкерсы и усердно поливали отравой землю. Именно эти отравляющие вещества, по мнению Хэш, являются причиной странного роста деревьев. Во всем виноватся немцы. Сегодня на маршруте танцующий лес проводятся эксперименты. В машинах высажены сеянцы сосны. Вообще легенд об этом месте много, но одна из них заслуживает особого внимания. И так, происходило это очень давно, когда древние пруссы поклонялись могучим деревьям. Язычники не знали истинного бога. Такой вот маленький поездок на Балтийск отправится. То есть всего три вагона. Вот допустим на ленинградский поезд длинный. В два раза длиннее. Ну и он большой такой. Этот прям мини-мини. Моторная лодочка такая. В воскресенье полдесятого утра. Вот по городу Балтийский решил прогуляться. Проспект Ленина. Очень мало народу. Почему-то все закрыто. Я не знаю, здесь примерно с десяти все работают. Военная прокуратура Балтийского района. Офигеть, вот это где зарешеченные окна. Там камеры какие-нибудь. Пытают людей, выбивают признание. Вот видите, есть без решеток окна, а есть с решетками. По-любому неспроста это. Блин, ну такое древнее здание, в таком, блин, попытаться как бы не грех. Прям как этого, как македонского какого-нибудь. Знаете, вон на втором этаже тоже с решетками. Так, прям это, времена Ивана Грозного. Сколько лет интересно этому зданию? Потом загуглю. Куда здесь можно сходить? Я думаю, здесь просто идти-идти и придешь везде, где можно. Здесь город маленький, у меня времени еще много. Это у нас улица Красной Армии, там вон полицейский. Знак сорванный. Эвакуируют. Там вон матрос подметает. Значит, красивый прудик такой, сразу вот во дворе. Картина маслом. Ну, Audi еще более-менее, да, вот эта свеженькая. Года 92-го, наверное, да, универсал. А Volvo это вообще, блин. И причем она стоит, видимо, на ней ездят. Такой прям музейный экспонат. Ну, если бы она здесь стояла хотя бы год даже без движения, здесь совсем по-другому бы она выглядела. Видите, стекла чистенькие, все чистенько. Походу, в боевой готовности. Гуляю, короче, по набережной здесь. Ну, конечно, намного проще она, чем зеленоградский. Короче, смотрите, что увидел, каких штук навалили. Просто огромное количество. Бетонные вот эти. Надо загуглить тоже, что это такое. Ну, выглядит эпичненько так. Просто вон, и они в горизонт уходят. Просто это все навалено, понимаете. Каждое, вот сколько оно тонн весит. Под 5 тонн каждая весит. Здесь вот на парковке тоже камни эти лежат. Да, в Балтийске, конечно, так более разруха. Особо ничего тут не делается для туристов. О, кубики пошли. Реально, кубики пошли. Бетонные блоки. Просто всякое навалено на обум. Вон там, а вон пошла Балтийская коса. Сейчас вот на пароме я вот там и хочу переплыть. Подпишись. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ху-ху-ху! Хе-хе-хей! Вот это заброшенный форт! Тот самый! Камни интересные такие! Как это? Пенза? Это здесь пензу добываю? Пензу! Казахстан Казахстан там народ гуляет по пляжу у нифига там лебедей голубей блин у нас на речном вокзале а здесь вот так вот пробую прорваться напрямую от форта от этого к аэропорту заброшенному не еще надо на паром успеть там на крайняя на крайняк на морском такси придется добираться если не успею вот местная школа тоже историческое какое-то здание а музей истории там сразу он выше как самое главное вот вот смотрите здесь даже капитальные гаражи есть интересно тут зимой сюда ездят вот такие видите ну крыши из шифера такой московский вариант конечно у нас сибири такие не распространены у нас перекрытие конкретно ну как в основном вот этой стороны боксики добрые такие прям вот ну разруха везде там разбомблено там разбомблено корабли он реально весь работают насколько я понимаю тут прям конкретно они рыбачат там или что-то делают не просто короче мульжи там для туристов отсюда около 10 минут идти до парома офигеть она здоровая пипец вообще здесь просто нифига тут гараж можно сделать добренький правда топить такую бандуру замучаешься ладно ребят можно сказать я вкусил впитал себя все вот это место просто пару фоток сделал постукивает кажется у него тачка пару фоток сделал здесь вот тоже видите здание такое старинное короче раньше движ здесь был до судя по вот этим всем строением по вот этому представляете он монолитные бета бетонные конструкции залить все годы да в какие годы я вот здесь подпишу сейчас просто здесь забили на все баром более менее сделали вот самое цивильное здесь вообще первое что я здесь увидел цивильное это этот паромное место где тут переправа заходишь там туалет есть современный нормальный то эти турникеты вот первое современное место в которой бабки вложили да вот последнее время это вот там а вот это сейчас никому не надо поход по идее здесь тоже можно сделать все красиво да добрая заброшка масштабная такая вот здесь даже такой акустика своеобразно здесь смотрите пожарная часть представляете место все как положено причем пожарочка свежая такая для выкрашено подходим паром на переправе вот перед знаком стоп уже очередь выстроилась еще 15 минут до парома так все всыпано этими кораблями все причалы они просто забиты но здесь только свободное место есть все а тут смотрите просто я не всякий называются имя фамилия то есть анатолий птицы смотрите вячеслав польгов якорь такой срям это прикольная такая конструкция сверху железнодорожный мост по которому я ехал ездил в зеленоградск и так далее снизу вот это автомобильный мост и вот сбоку все пешеходные запах на солярочка пахнет чем они топят там солярками запах такой жесткий как на заводе у нас Слышишь?